всем привет это канал по дороге трезвости и сегодня хочу рассказать о своих попытках кодировки у меня их было три как всегда перед началом прошу подписаться итак поехали значит первый раз я закодировался в 21 год как я уже сказал их таких попыток было три в 21 год в 26 и в 28 в 21 год значит ну как бы мне мои близкие поставили своего рода такое вот условие если ты хочешь чтобы там с тобой нормально дальше все общались чтобы как-то прервать вот это вот все ты должен сделать вот так вот я как бы сам понимал что это нужно вроде бы как чтобы перестать бухать но и в тот момент я не понимал что это вообще никакой не выход значит закодировался я на полгода это был укол под лопатку препарат дисульферан значит объясняли что нельзя то нельзя то квас нельзя там вот это вот все то есть я послушал хватило меня на два месяца потому что вот пока не пил я два месяца для себя я как-то решил что раз я могу не пить два месяца значит я в дальнейшем могу спокойно выпивать чуть-чуть в меру как вот в меру есть тоже видео на канале выбивать в меру и контролировать ситуацию и то есть прошло два месяца я начитался кучи разных всяких там форумов отзывов потом через сколько можно пить после кодировки как там вообще выходит этот препарат сколько он реально держится то есть начитался много отзывов все пишут что там можно там чуть ли не через там три две недели уже пить вот и то есть я решил что я все это могу два месяца не схватило чтобы все это понять и решил я раскодироваться сам раскодироваться как купил себе банку коктейля и решил попробовать причем все равно как некий страх был опасение я купил эту банку ушел там в парк недалеко от дома и позвонил приятелю сказал я нахожусь там-то там-то если я там через полчаса не выйду на связь то все значит мне плохо я вот здесь вот потому что хочу выпить выпить закодированным это называется выпить на препарате вот то есть набрал ему предупредил и сначала глоток сделал попробовал вроде бы ничего выпил полбанки прошло там полчаса никаких ничего даже никаких позывов к тому что как-то может ухудшиться состояние не было все я позвонил сказал все нормально и чё на радостях пошел взял еще одну банку потом вторую выпил вот целиком третью и в итоге напухался так в этот день все пришел как пришел домой я не помню я там где-то гулял с утра просыпаюсь дома естественно сразу ругань все то есть с утра опять вот эти разговоры что я больше никогда не буду пить дикой похмелье потому что препарат еще вот может быть что-то осталось краю может быть нет я уже не знаю но похмелье дикой бы нам я чуть в петлю вообще не залез но очень долго отходил вот бы это ники дня три были то есть вот так вот наверное не был я готов ни к какой кодировки потому что опять таки говорю кодировка она происходит в голове когда человек осознает то есть я не пил ты эти два месяца не потому что мне нужно что-то менять в жизнь не потому что у меня проблемы из-за этого хотя мне был всего лишь 21 год тем не менее это уже было не потому что мне нужно менять много вещей в жизни пересматривать свои отношения с близкими вообще в целом себя свою жизнь пересматривать я не пил не поэтому а я не пил только потому что я на препарате то есть понимаете разницу да не пить потому что у тебя нужно тебе менять жизнь и ты нет и не пить просто из-за того что ты закодировался понимаете вот и то есть вот всего лишь два месяца потом это уже второй раз был после развода когда я начал сильно очень пить постоянно долго решил я как-то опять я поверил в это что вдруг может быть вот как-то вот в этот раз по другому и я там больше уже как-то стал постарше посерьезнее могу к этому отнестись как-то сам себя настроил все там просушился неделю приехал клиник такая вот это значит еще раз поставили мне такой же укол тоже на полгода и второй раз у меня хватило вообще на две недели потому что вообще у меня в голове творилось непонятно что все вот эти стрессовые состояние депрессии то есть я не пытался переждать вот этот вот как период отвыкания все мне было совсем плохо я копался в голове в своей то есть ну как ненормальный себя вел и в итоге я решил просто уже на авось что будет то и будет и взял короче бухлом все зале вот это состояние но как-то повезло мне не передернул ничего вот потом но дальше все вот так вот и происходило происходило то есть годы шли когда-то там лучше становилось когда-то хуже все запускалось и в 28 лет еще раз я попробовал я даже не знаю чем но и правило то потому что как бы ничего не помогало тех изменений в жизни которых я хотел со мной не происходило хотя понимал что нужно бросать но как бы никаких там не усилий ничего там кардинального решения не принимал и еще раз в 28 лет я попробовал такой же укол той же клинике в королеве тоже две недели и все и все опять пиво все я опять разочаровался во всем нам как-то вот так вот ну опять же говорю конкретно в моем случае это должно вот происходить в голове ну как наверное во всех тоже потому что но невозможно заставить организм по-другому пересмотреть там свою жизнь только из-за того что тебе сделали уколы ввели препарат это должно в голове происходить осознанно без препаратов без всего только так можно прийти вот к этому я считаю ну в моем случае есть люди кому помогает у меня есть знакомый который закодировался много лет назад он не пьет час больше наверное 8 лет вот как бы дай бог все хорошо мне не помогло значит ну наверно сильнее у меня все это запущено было мне не помогло мне подмешивали капли колны титура я пил как-то все это не то все это блокаторы тоже кстати видео есть по поводу этих препаратов я рассказываю поэтому вот так вот если не готовы вы то не нужно этого делать потому что как только я как только закодировался я сразу начал считать время сколько мне осталось еще держаться как бы через сколько можно будет выпить то может быть не через шесть месяцев может быть чуть пораньше представлял момент как наконец-то я там иду там выпиваю с друзьями уже веселый но чушь же все все это чушь не так это делается я считаю кодировка но уговорю кому-то помогает дай бог мне не помогла я вот сделал три попытки причем две из них последних я делал сам я уже жил один все как бы сам принимал такие решения поэтому методы я считаю не для всех но повторюсь кому-то это реально помогает кому-то есть смысл отдать денег сделать этот укол и как бы все жизнь наладится хорошо потому что такие примеры тоже есть но больше примеров вот у меня лично больше примеров тем кому не помогло и был такой что люди пили на препарате ловили осложнения попадали в больнице то есть как бы с этим не шутят это мне повезло кому-то не повезло у кого-то осложнения там пальцем двигаются два поэтому ну все-таки если есть вероятность того что вы будете думать там ого и там выпить выпить если вы будете чувствовать что вы вот как по лезвию будете ходить на этом препарате лучше не кодируйтесь чтобы не нарушить капитально свое здоровье а если твердо решили ну а нам если твердо решили она в принципе и не нужно я вот перестал пить без всего же я рассказывал есть видео как я бросил пить вот собственно вот что со мной произошло в голове какие перемены вот поэтому я и не пью а так ну я говорю это личное дело каждого мой совет такой поэтому все пишите в комментариях что вы думаете пишите свое мнение как всегда прошу подписаться добавляйтесь в чат в телеграме мало там пока народу не просто не так давно сделал наверно даже меньше недели еще но тем не менее потихонечку добавляется все всем мир